А сегодня я хочу немного рассказать о сериале ТОПИ. Это довольно-таки необычный российский сериал 2021 года. У нас очень часто навешивают такие ярлыки, ну, почему нет, то к западным, к каким-то новым сериалам, к скандинавским, быть может, ну и вот зачастую к российским, что вот это вот такой новый Твин Пикс. И ты далеко не всегда готов с этим согласиться, но вот, может быть, как раз ТОПИ, они, ну, ближе всего к этому званию подобрались, хотя, конечно, со множеством таких кавычек, ну и вообще нет смысла ведь что-то сравнивать с чем-то. Но в любом случае, вот если говорить о каком-то сочетании такого детективного сюжета, там, с мистикой и, ну, там что-то еще, то вот, может быть, ну, почему нет, что вот если выбирать из наших сериалов, вот кому же в большей степени вот это название нашего нового Твин Пикса больше всего идет, то, может быть, вот эти ТОПИ вполне подходят на звание такого главного претендента, ну, похоже на главного претендента на это звание. Но, опять же, это такая очень-то привязанная, такая нелепая привязка, я ее просто повторяю в качестве как некого крючка, некой наживки, ну, для тех, если вы вдруг еще этот сериал не смотрели. Но лично мне кажется, что здесь есть по меньшей мере два крючка, которые гораздо сильнее вот этого Твин Пикс, потому что Твин Пикс в любом случае мы не повторим и нет никакой нужды в этом. Вот, а здесь есть два имени, благодаря которым этот сериал ты в итоге и смотришь, ну, или хочешь посмотреть. Поэтому вот я думаю, что на самом деле может действительно аудитория этого сериала весьма велика, и я ничего нового вам не расскажу. Мне кажется, что главными приманками здесь является автор сценария Дмитрий Глуховский, наш знаменитый писатель, по некоторым оценкам вообще наш самый знаменитый сегодня автор, самый знаменитый российский автор в мире. Ну, что даже удивительно, потому что, зная, что вот успех вроде бы, допустим, Владимира Сорокина на зарубежном рынке, ну вот, что Дмитрий Глуховский его обгоняет. Ну, готов в это поверить, сам не ведая, как бы, вот этой такой книжной статистикой. Готов поверить профессионалам. А Глуховский это автор, допустим, таких романов. В первую очередь, ему известность принес роман «Метро-2033», который потом превратился в целую вселенную с многочисленными продолжениями и спин-оффами, скажем так. Потом это текст, замечательно у нас экранизированный, и ставший одной из таких, не побоюсь этого слова, ярчайших работ, таких самых впечатляющих работ в российском кино последних лет. И роман «Пост», про который говорят, что, правильно говорят, что в какой-то мере он предсказал события последних лет. Ну, в общем, наверное, в первую очередь, именно его я вам отчаянно рекомендую. И Дмитрий Глуховский, ну, как, наверное, и многие другие писатели, не избежал соблазна обратиться к кинематографу, ну, к кинематографу не только в плане экранизации текста, но и в плане написать что-то самому. И «Топи» — это именно его сценарий, написанный, ну, как бы, получается, не для кино полнометражного, а для сериала, как раньше говорили, многосерийный фильм, да, многосерийное кино. И второе имя. Это имя режиссера, который этот сценарий поставит, Владимир Мерзоев. Многие в мире культуры узнали это имя, в первую очередь, когда-то как выдающегося театрального режиссера, очень замечательного. Но я в свое время, ну, прям был в огромном восторге от его постановки «Ревизора», которая вышла под названием «Хлистаков». Необычайно, необычайно, ну, именно что необычайно необычная трактовка пьесы. Блистал там Максим Суханов. И, если я не ошибаюсь, вот свою государственную премию Мерзоев получил именно за театральные работы. И вот я боюсь ошибиться, просто, ну, по-моему, как раз, собственно, за «Хлистакова» или за «Хлистакова» в том числе. И постепенно этот режиссер, Вадим Мерзоев, вот он перешел от театра в пространство экранного, в экранную форму. И, ну, там, может быть, начало его на этом пути было не самое впечатляющее, но уже такие его работы, как «Борис Годунов», допустим, экранизация пушкинской повести, перенесенная в наши дни, ну, так, напрашивающаяся, как бы, напрашивающаяся такая вот перелицовка классического текста, которую вот на Западе тоже было немало примеров такого толка, но которые вот нечасто совершают у нас. И вот этот «Борис Годунов» в 2011 году, ну, это была заметная, по меньшей мере, картина. Вот это его попытка такая, проба такая, да. Ну, и вполне удачная. И потом обращение к такому, скажем так, привольно-оппозиционному, скажем так, жанру в фильме «Ее звали Муму». Фильм, рассказывающий о знаменитой, действительно... Это действительно имело место быть в этой знаменитой проститутке, которая намеренно внедрялась в стан оппозиционеров с тем, чтобы их потом как-то спровоцировать. И, то есть, это вроде как решено с такой долей комедии, но, в общем, комедия, она такая, в общем, относительно, в кавычках. Вот такой взгляд тоже любопытный на современную нам российскую действительность. Мирзоев не побоялся вот такой провокативности, скажем так, сюжета. И вот постепенно-постепенно он дошел до этого сериала «Топи». И вот именно сочленение двух этих имен, Дмитрий Глуховский и Владимир Мирзоев, мне кажется, самая главная сила этого фильма, гораздо важнее любых иных ярлыков. Ну, а эти ярлыки тоже понятно, откуда взялись, потому что вот этот налет мистики, который сериал как не просто окружает, а куда он этих героев кидает, ну, вот, в общем, он, конечно, весьма и весьма впечатляющий. Ну, по-своему, скажем так, он, может быть, у некоторых зрителей как раз это то, что будет отторгать, но, во всяком случае, вот, скажем так, мне показалась эта попытка довольно удачной. Так вот, о чем это кино? Несколько, скажем так, столичных ребят и девчат, это такая команда, возглавляемая, ну, таким, как бы, типчиком, в общем, создателем некого мессенджера, в который встроен детектор оружия, который сразу определяет, врет собеседник или нет, может определить, вот, какой-то не мега успешный такой паренек. Ну, конечно, здесь хочется увидеть такую, как бы, проекцию, может быть, на Павла Дурова, ну, или на кого-то еще, вот, угадывайте сами, что называется, он понимает про себя, скажем так, одну вещь, что он заметно, ну, даже неизлечимо болен, и для него, вот, ему кажется, вот в этот момент, что максимальное, ну, вот все, вот его максимальное устремление, концентрируется на байке, на легенде о неком, что-то где-то есть некий монастырь, в котором его могут вылечить. Но там есть определенные условия, и он, чтобы это условие соблюсти, он собирает некую компанию, ну, делать некий призыв, и эту компанию ему составляют, значит, журналист, который вот специально, вроде как, даже хватается за этот случай, чтобы получше узнать, ну, медийную персону, скажем так, да, вот в таком тесном контакте. И три девушки, у которой тоже, у каждой своя какая-то там проблема, и они вот стремятся вот куда-то вот в этот монастырь, с тем, чтобы эти проблемы как-то решить. И вот, оказавшись на месте, ну, я там все подробности вот этого сюжета, как именно все это происходит, не упускаю, они понимают, что, во-первых, монастырь давно заброшен, там нет ничего, а с другой стороны, они понимают, что попали в очень странную какую-то деревню, с очень странными людьми, ну, вот то, что, как бы, отголосок вот этого самого Твин Пикса, вот в такую, как бы, хтонь, такую, как бы, в глушь, и вокруг начинают происходить странные вещи, кто-то из этой группы, скрою здесь кто, пропадает, а потом начинают искать, потом пропадает там кто-то еще, потом что-то, начинается, творится всякая дичь, и вместе с этим, вот на вот эту такую хтонь российскую, навешивается социальный сюжет о стоящем неподалеку химзаводе, из-за которого, может быть, какие-то странные вещи здесь и происходят, что они происходят не просто, вот как бы некая мистика, а вот этот химзавод, он просто травит округу, природу, и вот там как-то вот все эти выделения, они на вот это, что называется, на сознание влияют, то есть вот есть некое такое, как бы, этому всему объяснение, которое тоже, как бы, один из героев, ну, журналист, понятно, в какой-то момент хочет использовать, как бы себе, ну, себе, для, как бы, своего продвижения, что вот он что-то там раскрыл. И вот это все мне показалось довольно-таки любопытным, ну, не только мне, конечно, но вот я этот сериал посмотрел, скажем так, с интересом, хотя скажу, что есть здесь и одно такое, как бы, для меня лично, слабое звено, главную здесь вот ролью вот этого самого создателя, мессенджера, играет Иван Янковский, к одрованию которого я отношусь, честно говоря, с сомнением. Возможно, он тут, как бы, прилетел непосредственно из экранизации текста, может быть, по каким-то еще причинам, но вот мне, ну, это отдельный какой-то разговор, но, в общем, мне не видится фигура Ивана Янковского как такая передовая фигура современного нашего актерского движения. Я необыкновенно удивлен тому количеству всяких призов, золотых оров, которые он уже имеет. У нас есть и другие замечательные артисты. Но, тем не менее, даже вот с Иваном Янковским, к которому имеются вопросы, которые внутренние, скажем так, противоречия между мной и зрителем и его манера игры вот возникает. Тем не менее, это мне даже не помешало. И здесь, в любом случае, есть и другие интересные артисты. вот, журналисты играют Тихон, Тихон Жизневский, который, по которому потом мы могли увидеть или одновременно как-то с этим и как майора Грома и в таком блокбастере нашим о пожарных огонь. Екатерина Шпица здесь появляется. Молодые имена типа Софьи Волочинской, на которую даже делают некую ставку, что это, может, наша будущая звезда. Не знаю. Мне здесь в большей степени понравилась смелость и откровенность другой молодой актрисы, которая играет уже не вот эту, не столичных гостей, а местную жительницу Веронику Мохиреву, надеюсь, я правильно произнес ударение фамилии, конечно, может быть и Мохирева, но Мохирева, наверное, лучше звучит. А вот очень играет она, очень интересную вот эту юную жительницу этой деревни, необычно юную, и вокруг нее тоже, вокруг этой героини особая тайна, и, конечно, поражает, но меня во всяком случае поразила некоторая как бы смелость этой актрисы в откровенных сценах. Такая смелость, которую вот далеко не все у нас актрисы готовы. На западе с этим как бы в западных сериалах мы это в порядке вещей зачастую как бы подобную смелость видим в актрисах, а у нас такое по-прежнему такое пуританское начало сильно как бы сидит и в этом отношении она как-то сразу так опровергает некоторые стереотипы и я как раз ей бы пожелал большого такого творческого успеха, потому что по-моему она заслуживает того, не только благодаря вот этой смерти в откровенных сценах, но и вообще ее образ мне показался гораздо интереснее иных. ну вот и отдельная конечно составляющая успеха этого сериала это саундтрек очень необычный очень такой очень ну в общем тут каждую серию завершает вроде бы новая песня по-моему они все разные и я вот именно благодаря этому сериалу этим 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 тапям открыл для себя группу Айгел очень такой с интересным специфическим колоритным звучанием и вот все вместе это складывается вот в такой любопытный проект который ну может быть он не самый такой я не могу сказать что вот прямо самый такой яркий сериал наших последнего времени наверное если так начать вспоминать то найдутся названия которым я прикипел душой гораздо сильнее и топи многим параметрам быть может проигрывает там проигрывает самым ярким названием и оказывается так спускается в рейтинге все ниже и ниже если так вспоминать что у нас сняли еще в последнее время из таких ярких названий прогремевших или даже может быть не очень прогремевших но вот запомнившихся но тем не менее как я сказал вот у этого фильма есть свои притягательные стороны и вот уже имея их веду к этому фильму к этому сериалу вполне имеет смысл как-нибудь обратиться сняли и кем-то и в и в в